Светлая, добротно сделана, с удобной планировкой. Квартира хорошая. Вот только ждать пришлось ее целых 13 лет, делится Сергей Егоров. За однушку застройщику заплатили в 2003 году. Через два года стало понятно, квартиры не будет и денег никто не вернет. Достраивать дом мошенники не собирались. Стройка замерла на этапе фундамента. Обманутые дольщики ходили на собрания, пытались отстаивать свои права. Кардинальные перемены произошли четыре года назад. Проблему решили областные власти. Сейчас, конечно, настроение улучшилось, что оно построилось, что можно сделать ремонт и можно начать жить. Ключи от столь долгожданных квартир получает 258 самарцев, которые из обманутых дольщиков наконец перешли в статус новоселов. Этот дом на улице Печорской построили на средства областного бюджета. Новый застройщик возводил высотки ударными темпами. При этом на качество жилья нареканий нет. Все в соответствии со всеми стандартами. Этот дом не единственный. Здесь образовался целый комплекс. Первое здание из четырех секций было сдано в эксплуатацию еще в 2014 году. И здесь уже живут люди. Еще одну секцию планируют завершить к концу этого года. Таким образом, эта застройка решит проблемы почти тысячи обманутых дольщиков. Квартиры строили практически по персональным заказам, чтобы по площади они соответствовали тем, за которые люди когда-то заплатили деньги. Проект здесь нетиповой. Так здесь министерство строительства проектировал под конкретных дольщиков. Я думаю, будет благодарность от людей в адрес правительства. Потому что это момент такой очень многосрочный, волнующий и счастливый для всех, кому раздадут ключи в этом доме. В этих домах будут жить дольщики нескольких проблемных объектов. В Самарской области ситуация действительно стала меняться буквально на глазах. Обманутые дольщики из так называемого первичного реестра все должны получить жилье в этом году. Все, что делается правительством, конечно, нацелено на то, чтобы решить эту проблему. И граждане, которые пострадали от недобросоветных застройщиков, получили свои жилые помещения. Сейчас мы опять начинаем эту работу с инвесторами-застройщиками. Городом сформированы комиссационные земельные участки, перечень их предоставленных. Работа эта будет продолжена. Мы нацелены на результат, решить эту проблему. В регионе еще остается 12 проблемных объектов, вопрос по достройке которых не решен. Будущих покупателей строящегося жилья предупреждают, не нужно терять бдительность и гнаться за подозрительно дешевыми квартирами. Разузнать все о застройщике и будущем доме можно в областном министерстве строительства, где всегда проконсультируют по перспективам каждой новостройки. По темпам строительства нового жилья Самарская область в лидерах Приволжского федерального округа. Вопрос обеспечения комфортным жильем всех жителей страны обсуждался и в Кремле на заседании Госсовета, посвященном развитию строительного комплекса. По словам главы региона Николая Меркушкина, в Самарской области есть реальные возможности решить эту задачу в ближайшие 5-7 лет. Марина Кравцова, Константин Головин, События.